На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебыкина и в начале коротка о главных событиях вторника. Работы ведутся практически по всем домам. Около 500 миллионов на 60 домов. Городские власти проконтролировали ход капитального ремонта и выполнение планов по благоустройству. Крупнейшая техногенная катастрофа унесла жизни 55 тысяч ликвидаторов. Роковая дата. В Нефтьюганске прошел траурный митинг в память жертв в Чернобыльской трагедии. К сожалению, бывает момент, что забываем о своей родной культуре. Сохранить традиции великого народа. В Нефтьюганске прошел городской фестиваль русской культуры. На Юганской оби начался ледоход. Произошло это на пять дней раньше, чем в прошлом году, 25 апреля. Средняя же дата вскрытия реки приходится на первую неделю мая. По последним прогнозам, уровень воды в реке ожидается на 90 сантиметров ниже, чем в 2015 году. Сейчас в Нефтьюганск ждет первая волна паводка. Скорее всего, он не будет столь обильным, как в прошлом году, поскольку снега в этот раз было меньше. А вот вторая волна зависит от истоков оби, то есть от того, насколько снежная была зима на Алтае. Чтобы период половодия прошел более безболезненно, в некоторых районах Югры в этом году проводились взрывные работы. Нефтьюганского пожарного наградят правительственной медалью за спасение утопающих. Напомним, в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на протоке Акапаса оторвалась льдина. В этот момент на ней находился ребенок. Благодаря самоотверженности прапорщика внутренней службы и оперативной работе спасателей, мальчика удалось спасти. Ребенка на льдине заметил проезжавший мимо водитель. Он и позвонил в единую диспетчерскую службу. По словам очевидца, 8-летний мальчик находился в безвыходном положении, и помочь ему могли только спасатели. В течение нескольких минут на место происшествия прибыли пожарные, медики и полицейские. Льдины вдоль берега начали разрушаться, и сотруднику МЧС пришлось добираться до испуганного ребенка в плавь. Пока коллеги занимались одним делом, параллельно я снял боевую одежду, застраховался, страховочная веревка, одел пожарный пояс с карабином. Понятно, что просто другого пути уже не было. То есть надо было непосредственно продвигаться к мальчику, погружаясь в воду, и дальше уже действовать по обстановке. Рискуя жизнью, спасатель переправил ребенка на берег с помощью специальной лестницы. Опытный пожарный признается, за 15 лет службу в МЧС вытаскивать человека из воды ему пришлось впервые. Используя льдины как опоры, продвигаясь вперед, сопровождая его, передал на берег. То есть у нас ребята там страховали, стояли, они страховали и льдину, которая около берега были, как опору, значит, и контролировали мое поведение. Ребенка тут же передали врачам скорой помощи. Те сходу поставили диагноз переохлаждение. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Врачи отпустили его домой. Однако этот случай – пример того, как важно следить за собственными детьми. Елена Волкова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». По программе капитального ремонта до 1 сентября в «Нефтьюганске» обновят 60 домов. На эти нужды уйдет порядка 500 миллионов рублей. Реконструкцию жилых зданий доверили семи подрядчикам. Шесть из которых – местные. Накануне городские власти лично проконтролировали ход намеченных работ и выполнение планов по благоустройству «Нефтьюганска». Основное внимание власти уделили домам первого микрорайона. На этом участке под программу попали 20 многоквартирников. Напомним, это старейшие капитальные постройки «Нефтьюганска», многие из которых – ровесники города. Список работ здесь примерно одинаковый. Облицовка, утепление фасада и замена инженерных сетей. «Работы ведутся практически по всем домам. Где-то процентов 50 работы начаты. По остальным ведутся согласования, проекты с методом документации. Мы надеемся, что основной объем работ, процентов 80, будет выполнено где-то к 1 сентября». Помимо проверки качества капремонта, комиссия заглянула и во дворы. Глава города поручил специалистам убрать деревья близ линий электропередач, а также решить проблему внутриквартальных проездов. Напомним, ямочный ремонт входит в проект благоустройства первого микрорайона на 2016 год. «Сейчас идет торговля, проторговывается эта часть. Общая сумма, которая будет использована, где-то порядка 48 миллионов. Проектировщики отработали весь этот список наших заказов. Где отремонтировать, что изменить, какие дороги, где поднять, где опустить, где асфальтировать». «Начали рано, еще год, как говорится, лета еще впереди. И планируется в первом микрорайоне сделать капитальный ремонт фасадов 20 домов. Это очень много для нашего города. Я думаю, что результаты будут хорошие». Власти не обошли стороной и деревянный фонд, который в программу капитального ремонта не вошел. Участники выездного совещания навестили жильцов по адресу 741. Жители муниципальной квартиры сетовали на аварийное состояние дома и некачественную работу управляющей компанией. Сергей Сериков взял ситуацию под личный контроль. «Вам утеплить нужно снаружи, да? Так или что?» Коснулись и проблем 9-го микрорайона. В частности, узкого проезда между третьей школой и детским садом «Журавлик». Глава города и депутаты отметили, что дорогу расширят ближе к лету. Также здесь появятся дополнительные парковочные места. Помимо этого, жители близлежащих домов выступили с предложением убрать забор, блокирующий пешеходную дорожку. «Сделать нужно по просьбам наших людей проход между сказкой, детским садиком и третьей школой, как он был раньше, несколько лет назад. Потому что это сократит как раз путь людей от остановки до садика и до школы, чтобы не ходить в обход с детьми». Конечной точкой выездного совещания стала территория нового аэропорта. Напомним, в июне на базе этой площадки пройдет молодежный форум «Утро». Нефтьюганску предстоит принять более полутора тысяч гостей из России и других стран. Соответственно, участок необходимо благоустроить. «Выявляется, что ряд зданий, к сожалению, рядом находящихся, не имеет реальных хозяев. Кто там в состоянии ликвидации, кто просто сейчас руки не доходят и т.д. и т.п. Вот этим придется тоже позаниматься, чтобы привести всю эту площадку в более ухоженный, благоустроенный вид». На обновление участка власти отвели специалистам 55 дней. За это время планируется заменить дорожное полотно, отрегулировать освещение и добавить зеленое насаждение. Елена Волкова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Митинг памяти. Сегодня весь мир отмечает скорбную дату. Ровно 30 лет назад произошла авария, крупнейшая за всю историю атомной энергетики. У памятника верным сынам Отечества прошел траурный митинг и чествование ветеранов-ликвидаторов. В «Нефтьюганске» сегодня живут 117 человек, которые участвовали в ликвидации катастрофы. Слово Анжеле Галиевой. 26 апреля. Скорбная дата. Крупнейшая техногенная катастрофа унесла жизни 55 тысяч ликвидаторов. Еще 150 тысяч человек остались инвалидами. Среди них были нефтьюганцы. Сегодня в городе насчитывается 117 ветеранов-чернобыльцев. 35 нефтьюганских семей объединяет общественная организация. Руководит ветеранами Чернобыля Александр Стеблич. 25-летний сотрудник тогда еще милиции поехал на ликвидацию посредствий чернобыльской катастрофы, даже не понимая, куда попадет. 95 суток молодой лейтенант провел в 30-километровой зоне. Впервые там Александр увидел красные от урановой пыли деревья. Настоящую дружбу я узнал именно в Чернобыле, потому что там люди настолько были сплочены, что просто это разнилась. Дружба, которая была, вот как сегодня говорил ведущий, Чернобыль разделил нас до и после. То есть совсем другое отношение к людям, отношение к маме, которая меня ждала, которая беспокоилась. Многих родные дождались, но скоро потеряли. Память погибших чернобыльцев участники митинга почтили минутой молчания. Вот сейчас вой сирены, всегда он говорит, когда мы услышим, что чья-то беда. А 26 апреля, 30 лет назад, вся страна почувствовала, что беда наступила у всех. И вас, ликвидаторы этой аварии, практически бросили закрывать это своими телами, своими жизнями. Считаю, что это очень значимо, как для всех россиян, так и для жителей нашего города. Среди наших жителей, среди наших земляков, очень много людей мы сегодня увидели, которые действительно принимали активное участие в ликвидации этой аварии, страшной аварии для всего человечества. Многих из них уже нет с нами, к сожалению. Вечная им память. Ну а те, кто сегодня с нами, те, кто живы, вечная им слава. И дай бог им всего самого-самого хорошего, дай бог им здоровья, их, их семьям. Непосредственно во время взрыва, 30 лет назад, погиб один человек. Еще один скончался утром следующего дня. Никто не мог предположить, что лучевая болезнь унесет столько жизней. Ликвидаторы находились на месте катастрофы посменно. Те, кто набирал максимально допустимую дозу радиации, уезжали. На их место приезжали другие. В общей сложности в опасной зоне побывали почти 600 тысяч человек. Анжела Галиева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Сбор средств на народный салют 9 мая продолжается. Напомним, ветераны Афганистана обратились к нефтьюганцам с предложением собрать деньги на праздничный фейерверк. Дополнительно к той сумме, которую выделяет муниципалитет. Как заверили нас в общественной организации, первый такой эксперимент уже можно считать довольно удачным. Буквально за две недели собрано уже около 300 тысяч рублей. Большую часть этих денег перечислили предприниматели. Но свою лепту, пускай и не столь крупными суммами, вносят и обычные жители. Интересно, что жертвуют на народный салют в нефтьюганске не только жители нашего города. Следят за судьбой этой акции даже в Тюмени. Перечислить деньги можно, посетив банки или воспользовавшись банкоматом. Главное указать в назначении платежа «Народный салют». Информация о реквизитах размещена на сайте администрации. В разделе «Новости» нужно найти вкладку «Общество». Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив напрямую в Организацию ветеранов Афганистана по номеру 23-3903. Сбор денег продлится до конца рабочей недели. Уровень своего мастерства показали инженерно-технические работники РН «Юганскнефтегаз». В ежегодном корпоративном смотре-конкурсе «Лучшие по профессии» соревновались геологи, технологи, механики и специалисты по охране труда и промышленной безопасности. Передовики производства поборолись не только за звание лучших, но и за возможность выступить на уровне нефтяной компании «Роснефть». Получить звание лучшего в РН «Юганскнефтегаз» – важное достижение для любого нефтяника. Корпоративный смотр-конкурс еще и стимул расти профессионально. Состоит он из трех этапов. Сначала передовики производства соревнуются на уровне цехов и управлений, затем определяют лучших на предприятии, а после выбирают лидеров всей компании «Роснефть». Этот этап конкурса нам важен тем, что мы сегодня выбираем лучших работников «Юганскнефтегаза», которые, в свою очередь, в октябре поедут в Коснодар, будут защищать честь предприятия на корпоративном уровне. Я желаю спокойствия, терпения и мастерства. На протяжении семи часов с коротким перерывом на обед участники решали тесты и выполняли практические задания. Всего шесть профессий – геолог аппарата управления, цеховой геолог, технологи цеха добычи нефти и газа, а также технического обслуживания и ремонта трубопроводов, цеховые механики и специалисты по охране труда и промышленной безопасности. «Я благодарен университету. Он наградил достаточно, видимо, для конкурса багажом зданий, которые мне пригодились, также цеховой опыт. Очень много то, что я узнал здесь, работая в компании, я использовал». На церемонии награждения конкурсантов руководители РН «Юганскнефтегаз» поздравили участников с победами и поблагодарили за творческий подход к работе. По уже сложившейся традиции лучшему механику вручили символический ключ. «В единственном роде этот, скажем, сувенир, он переходящий. Вот я вот второй человек в РН «Юганскнефтегазе», в РН «Юганскнефтегаз», который его держит в руках». Осенью пройдет заключительный этап этого смотра конкурса. Самые достойные сотрудники РН «Юганскнефтегаз» поедут бороться за призовые места среди лучших работников всех дочерних предприятий компании «Роснефть». Впереди полгода подготовки. Инна Новикова, Светлана Ряписова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Творческие югорчане приехали в «Нефтьюганск», чтобы с помощью песен и танцев отразить культуру и традиции великого народа. Они приняли участие в ежегодном фестивале «Родники моей души». Исполняли романсы и народные песни. Читали стихи русских поэтов. Городской фестиваль русской культуры проводится второй раз. Такую инициативу пару лет назад предложил глава администрации «Нефтьюганска». Творческое сообщество идею поддержало, а Центр национальных культур взялся за организацию. Инициатива очень интересная, инициатива очень нужная, мне кажется, очень своевременная, потому что действительно мы в России поддерживаем, Россия многонациональная страна, мы поддерживаем каждую культуру. И, к сожалению, бывает момент, что забываем о своей родной культуре. Уже сегодня фестиваль привлекает внимание не только творческих коллективов города и общественных организаций. К нам стали приезжать жители других муниципалитетов. Мастера декоративно-прикладного искусства с выставками, а Сургутский центр «Гармония и любовь» с русскими народными танцами и хороводами. То, что мы, наверное, более глубоко с любовью, с пониманием изучаем именно русскую культуру, привлекаем внимание молодых, молодого поколения, к этому, наверное, это очень и очень правильно. На концерте, конечно, прозвучали русские народные и казачьи песни. От этих выступлений многим вспомнились моменты из детства. Когда практически каждый ездил к бабушке в деревню и знает, как поет село. Вечером по всей деревне, на завалинке, где угодно поют песни. Уже не говоря о том, что праздники, свадьбы – это вообще просто целые концерты. Даже в трудные самые времена люди слагали лирические, задушевные песни, хорошие песни, которые помогали выживать. Сегодня в России 146 миллионов жителей, 80% из них русские. Именно такой фестиваль призван рассказать молодёжи о традициях и культуре великого народа. Светлана Рябисова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Первенство «Югры» по баскетболу накануне завершилось в «Нефтьюганске». Отметим, такое соревнование наш город принимал впервые. Команды из девяти муниципалитетов округа представили порядка ста юношей до 15 лет. Насколько результативными оказались наши спортсмены, смотрите далее. На четыре дня площадка Сибиряка превратилась в эпицентр одной из самых популярных командных игр. Мегион, Радужный Лангипас, Сургут и Нижневартовск – лишь часть городов, представленных на турнире. Правила те же, что и в большом баскетболе. Однако есть и небольшие особенности. Дать возможность каждому проявить себя на паркете – один из основных принципов соревнования, говорят судьи. Ведь окружное первенство – это своеобразная путевка на всероссийскую спартакиаду, которая стартует летом 2016-го. Немаловажная часть турнира – судейство. Наравне с опытными наставниками в игру вступили и начинающие арбитры. Например, 18-летний Айдар. С баскетболом его связывает практически вся жизнь. Юноша намерен продолжить спортивную карьеру и стать профессиональным тренером. Говорит, оценивать игроков сложно. Но такой опыт ему только на пользу. Это все-таки тяжелая работа. Спустя некоторое время я понял, почему бы не попробовать себя в этой роли. И, может, в дальнейшем получится так, что буду где-нибудь судить. На протяжении всего турнира основная борьба разгоралась между спортсменами из Нижневартовска и Югорска. Однако игроки из других городов не отчаивались до последнего. Это добавило чемпионату особой зрелищности. Представитель местной команды 14-летний Владимир – настоящий гулливер среди сверстников. Изначально юноша занимался биатлоном. Однако высокий рост, метр девяносто два и внушительная комплекция негативно сказывались на результатах. Спортсмены заметили тренера Сибиряка. Теперь он один из лидирующих баскетболистов. Постребе у меня хорошо получалось, а бег как бы не очень. Поэтому я занимал последние места, и постребе как бы ухудшилось. И поэтому не было смысла, и я решил пойти на баскетбол. Я, получается, ездил уже на зону России, на полуфинал, на финал России ездил. Нефтеюганцам удалось стать бронзовыми призерами первенства, обойдя сургутян с уверенным счетом 68-40. Серебро досталось вортовчанам, а пальма первенства перешла к спортсменам из Югорска. Теперь им предстоит участие во всероссийской летней спартакиаде. Елена Волкова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». В рамках муниципальной спартакиады стартовали соревнования по мини-футболу. Десять команд, представляющих организации города, схлестнулись в жесткой спортивной борьбе. Достойная игра, драма и триумфы – это далеко не все, чем запомнился этот день. В этот день провели сразу два тура. Десять команд – ССК, МЧС, Динамо, образование и другие – встретились на поле, чтобы определить лучших. Одновременно на поле схлестнулись две пары команд из различных предприятий города. Несмотря на то, что здесь отыгрывают любители, уровень их игры любительским язык не поворачивается назвать. Футбольная команда «РН Информ» существует порядка пяти лет. Исход противостояния с игроками нашей телекомпании, для которых эти соревнования были первыми, можно сказать, был предрешен. Можно назвать насыщенной, как вы считаете? Это равная борьба? Да нет, вроде бы не вороты все. Да? То есть вы уверены в своих предприятиях? Как итог, 5-0 не в пользу новичков. Несмотря на разгромный счет, нельзя сказать, что игра была скучной, а даже наоборот. В это же время на соседнем поле встретились команды «Администрация» и «Коммунальщик». Опасные моменты, исполненные сложные комбинации и голы. Этого здесь было предостаточно. Схема проведения турнира большинству показалась удачной. Даже потерпев поражение, команда имеет шанс набрать баллы в играх с другими соперниками и не оказаться в аутсайдерах. «Команды поделены по две группы. В каждой группе будет проведена круговая система. Это каждая команда встретится с каждой. И потом уже заключение состоится с таковой игрой. Команда, занявшая 5-е места в своих группах, разыграет 9-е, 10-е места, 4-е места, 7-е, 8-е. Конечно, для любителей важно и почетно заполучить места на пьедестале, но в первую очередь их объединяет не столько стремление к победе, сколько любовь к футболу. Да, мы просто играем в свое удовольствие. Конечно, мы стремимся попасть в финал 100%, но так на своем удовольствии играем просто. Нравится футбол. Впереди еще три тура. 30 апреля состоятся решающие игры, по итогам которых выяснится победитель. А на данный момент лидирующие позиции занимают из первой группы команды ССК, из второй – РНИНФОРМ. Никита Чебыкин, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.